Я гранату возьму Включайте АЗ Всё там будет по кайфу С ними будем есть И бочки поджигать На этой неделе вспоминали приколы самого легитимного пенсионера Ростова А кто забыл, его Виктор вроде как зовут Я действующий президент Я уверен Шизофрения Причём вспоминали не от нечего делать Ведь Фёдорович кто забыл Саша, ну что ты, на моих монет, чтоб мне всё равно надо было Страшно любил тост За нас, за вас и за Донбасс Эх, не трёх на борщ Который в свете последних новостей Из-за Ордло может снова полюбиться местной элитке Дамаск и Донецк подписали соглашение О взаимодействии и сотрудничестве По сути, это важный шаг на пути К признанию народных республик Как говорится, за нас, за вас и за БААС И понеслась боярочка по трубам Свои подписи под документом поставили Представители ведущих политических сил Двух государств Алексей Муратов и генеральный секретарь Сирийской правящей партии БААС Хиляль Аль-Хиляль Если же говорить серьёзно, то Новороссы С их кураторами это генератор Постоянных позоров Чудаки отправили воришку и мошенника Разыскиваемого властями Индии Посланником Сергея Мавроди в Индии Стал Алексей Муратов Организаторов МММ Индия Подозревают в мошенничестве Незаконных денежных операций В аферу вовлечено более 100 тысяч граждан Собрано свыше 2,5 миллионов долларов Подписывать, внимание, исторический договор Событие на самом деле носит Безусловный исторический характер С зашкваренными по уши осадитами Которые мало того, что свою страну развалили И контролируют в лучшем случае её треть Так ещё и захлёбываются от всевозможных санкций Подписанный документ открывает для республики Возможность стать полноправным участником Международной торговли Смешнее же богадюкинг был бы Разве что только с талибом Козык, ну что тебе стоит Ну сделай от души, братишка Чисто ради поржать Как на юнионе с оплотом Будут делать из этого события века ДНР и Талибан теперь партнёры Подписано соглашение о сотрудничестве Не, ну а чё нет Хорошие же друзья Осадиты, недобитые Талибы с отрезанными головами в пакете Вот за кем будущее А вот те, кто дружат с Украиной, скоро мировыми изгоями станут Да-да, друзья, на канале Юнион прямо так и сказали Все, кто пачкается сейчас об Украину У них у всех перспектива изгоев Ну а что вы хотели? Германии да Франции там всякие Про Великобританию да Штаты вообще молчим Крутыми себя считали, да? Гордость не позволяла у ЛНР жизни учиться Пройдёт не так много времени Они скоро приедут к нам Чтобы научиться Как им выживать Все вместе И мы научим Ну всё, вот теперь извольте мировыми изгоями быть А то ишь, что и вздумали Поддерживают они Украину Да она вообще после запуска Северного потока развалится Как только газ по Северному потоку-2 пойдёт в обход Украины Об этом псевдогосударстве можно будет забыть Короче, братцы, перспективы у украинцев никаких То ли дело в славных, молодых недореспубликах Там же ж после указа Путина экономика просто расцвела Но это не точно А инвесторы со всего мира толпами рванули Сейчас вот вам расскажут Какие мешки с деньгами приехали на очередной экономический форум Гости из России, Луганской народной республики И республики Южная Осетия Приехали в ДНР Цель очевидна Укрепить уже существующие И наладить новые связи бизнеса наших стран По слухам Билл Гейтс и арабские шейхи Разбегаются в рассыпную Когда речь заходит об инвесторах Из Святой Луганды Предприниматели из России, Луганской народной республики И Южной Осетии Посетили металлургические заводы Донецка и Макеетки Пока делегация изучала производство В руководстве предприятий присматривались к потенциальным инвесторам Потенциальным инвесторам Не, если человек приехал из Луганска в Донецк на автобусе И в районе Южного автовокзала Инвестировал 150 рублей в шаурму и кофе Это тоже в какой-то мере вклад в экономику ДНР Но, господа хорошие, вам за ним не смешно? А, хотя, думаем, нет Мы же не зря говорили про генератор позора Все присутствующие по результатам этого мероприятия Прочили большие перспективы для промышленности и бизнеса в нашей республике И здесь, конечно, так и стоит сказать, что в этом году новоросам за инвестиционный форум просто двойка в дневник Причем фломастеров Ну что за халтура, господа новоросы? Почему так мельчают форумы? Где выпускник из Йемена? Сегодня должна быть встреча с главой республики Но предварительно есть как-то договорность Где тот Васян, которого наряжали то в инвесторы из Ирландии, то из Соединенных Штатов? Экономический потенциал у Донбасса удивляет США Начать и вести здесь бизнес относительно недорого Наконец, где обещанные контракты на 135 миллиардов? Или не вы эту цифру озвучивали? Более 135 миллиардов рублей и общая сумма контрактов, подписанных на полях первого Донецкого международного инвестиционного форума А теперь вдруг, ой, все плохо с экономикой было Предприятия были буквально в вакууме и металлургические в первую очередь Не выплачивались зарплаты, производство спадало на нет Так а что ж плохо-то? Вы на 135 миллиардов контракты ртом позаключали или не было их? Что ж это выходит, обманули вы людей? Всего же участники форума заключили 34 соглашения на сумму более 135 миллиардов рублей Ну что ж, не впервой Зато теперь можно новыми байками по ушам кататься Инвестор новый появился в молодых республиках Такой богач, знаете, что всего год назад возглавлял Федерацию Легкой Атлетики России Евгений Юрченко выбран сегодня новым президентом Всероссийской Федерации Легкой Атлетики То есть вообще ни разу не марионетка пацан, ну то такое Справедливости ради нужно сказать, что нынче 135 миллиардов пока не обещают Зато прямо говорят, готовьте карманы для бабла Ведь экономики Украины грабли Говорить что-то о каких-то экономических перспективах Украины становится просто смешным А ВВП в ДНР к 2024 году в 2,5 раза вырастет По прогнозам экспертов в 2-2,5 раза за 2022-2024 года должен вырасти ВВП республик Ну все, невероятный прорыв Сейчас еще месяц-два и мариупольцы блокпосты снесут Так им захочется в ДНР процветать Но весь этот убогий пропагандистский пафос разоблачается ровно за 30 секунд Вот, например, послушайте, какая средняя зарплата будет в Вордлог к 2024 году После якобы роста ВВП в 2,5 раза Среднемесячная заработная плата в целом по экономике вырастет в 2,3 раза И составит 35 тысяч рублей 35 тысяч рублей Это чуть больше 12,5 тысяч гривен Что существенно меньше, чем средняя зарплата в подконтрольной части Донецкой области уже сейчас Статведомств подсчитали, что по уровню заработной платы среди региона вторым является Донецкая область Где сотрудники в среднем получают 14 306 гривен Про заводы типа комбината Ильича в Мариуполе мы вообще молчим К уровню зарплат там и ЕМЗ и ДМЗ и далее по списку не дойдут и через 10 лет Но по телевизору в Вордлог об этом, конечно, не расскажут Ведь там помимо болтушки из убогого пафоса Зрителей кормят разве что страшилками И сейчас мы вам покажем тело, от умозаключений которого офигели даже бывалые распятые мальчики Мы ж не знали, что мы можем стать коллегами, можем умереть Нас могут взять там раненого в плен О чем можно было с ним договариваться? Как будут иметь твоих детей? Сзади или спереди? По-другому, они с ними договариваться нельзя Чо, блин? Не-не, дядь, давай повтори уже Может мы что-то не так поняли? О чем можно было с ними договариваться? Как будут иметь твоих детей? Сзади или спереди? Но что тут скажешь, вы сами все слышали. Оказывается, украинцы хотят детей насиловать и договариваться готовы только о том, спереди или сзади. Значит, я ставлю ультиматум. Да, а я захожу сзади. И после этих слов чудаку никто не вызвал скорую помощь. Нет, там это спокойно крутят на ютюбе или по телевизору. А зрители сидят и охают в платочек. Вот же ужас, фашисты недобитые. А в это время совершенно незамеченными проходят вот такие вот истории, где бывший упалчленец спокойно себе вещает, как после ссоры с охранниками одного из предприятий четырех мужчин увезли на подвал. А домой вернулось только двое. Закусились мы что-то с местной охраной. Короче, увезли четверых в Донецк. Вернулись двое. Как, что? Я не в курсе. Где же еще два? Вы легко угадаете сами. А потом они бегают с камерами и братские могилы разрывают с пулевыми ранениями в затылок, как это было в Снежном. Из братской могилы достали первые тела у одного из них, пулевое ранение в голову. При том, что украинской армии там не было и дня. И когда мы слушаем истории из серии «Забрали четырех, а вернули двух», лично у нас не возникает сомнений, чьи трупы постоянно находят с пулевыми ранениями. Вернулись двое. Как, что? Я не в курсе. Че там, канал Россия? Будет сюжет Сладкова о судьбе пропавших охранников? Ой, уверены, что нет. Это же неправильные жители Донбасса. Их, как уверены в России, не только можно, но и нужно убивать. Ведь русский мир, неважно, в красном кокошнике или цветов триколора, но как строился, так и строится на костях ни в чем невинных людей.